Город и текст для меня имеют абсолютную реальность, это словосочетание, поскольку в течение последних 10 лет я превращал некий город в текст. И, как видите, из этого получилась довольно толстая книжка, которая только что вышла. Я описывал Константинополь. Я писал путеводитель по городу, которого нет. С одной стороны, это действительно путеводитель, в том смысле, что он ведет конкретно на конкретные места. Но в этих местах, по большей части, ничего уже нет из того, о чем я пишу. Человек должен, используя мой текст и свое воображение, представить себе, что на этих местах происходило. И, начав задумывать этот странный путеводитель-непутеводитель, я задумался о том, по нему задумался о том, какие у меня есть на этом пути предшественники. И вот то, о чем я собираюсь говорить, это рассуждение о том, как рождается, что такое путеводитель по городу. Книга, в которой описывается путешествия, жанр чрезвычайно давний. Одиссея, да, такая книга. Более конкретно, более технично, это, например, Павсарин, описание Лады. Это действительно реальный такой античный бедекер. Но я имею в виду не такой этилерарий, а я имею в виду книгу, в которой житель города пытался бы как-то описать этот город. Такая проблема возникла не в Греции, где города были маленькие, проблемы не было. А такая проблема впервые встала перед Римом, когда он достиг своих циклопических размеров. Действительно, это было явление неслыханное, неописанное, с которым нужно было в культурном смысле что-то делать. У Теренса впервые в комедии появляется ситуация, где местный житель пытается объяснить пришельцу, как ему куда-то дойти. Это комедийная ситуация, потому что, разумеется, описание только сильнее запутывает пришельца. Город, в котором ты не знаешь людей, в отличие от туреческого полиса, лиц ты их не знаешь, не узнаешь. Здания, которые ты начнешь встречать, ничего тебе не говорят, и которые не находятся в твоем ментальном космосе. Эта ситуация впервые в человеческой истории возникает в Риме. Ситуация тем более острой была в культурном смысле, что Рим сам ее не до конца осознал. Например, имея массу особенностей современного города, полицейскую службу, ночное освещение, пожарных, санитарную службу и так далее, Рим не додумался до такой простой вещи, как вывески с названиями улиц. Их времени существовало. А в Риме, в имперском Риме, было 1 миллион населения. То есть никакого способа найти там дорогу для человека, который не был знаком с данной местностью, не существовало. То есть если ты жил в своем квартале, ты проживал всю жизнь там, но если ты выходил за пределы известного тебе мира, ты попадал в мир удивительный, мир непонятный. И вот с этой культурной ситуацией впервые была сделана попытка как-то совладать в сочинении 3 века нашей эфиры. Ну, он называется «Регионалиум». И это сочинение, которое, по всей видимости, базируется на административной отчетности городской. Там масса информации, которая неинтересна никому, кроме чиновника. Количество клоак, количество домов, количество жителей в домах и так далее. Акведуков, источников воды и так далее. Но наряду с этим эта информация использована, но человек, который составлял этот текст про Рим, имел в виду все-таки адресовать его не городскому управлению, не системе хозяйства городского, а человеку, который пришел со стороны. Потому что в эту чисто практическую информацию внедрены некоторые элементы, которые, наоборот, человеку, ответственному за городские кладки, совсем не нужны. Например, описывается, сколько ступенек в той или иной башне, или кому посвящена та или иная статуя. Главным образом, там пересчитаются статуи, поскольку они и были главными ориентирами за отсутствие надписей с названием улиц. И тем самым, первая попытка такая была предпринята именно тогда, когда окончательно стало ясно, что полис – это не место ваших родных богов, это не место, где вы все братья, а это какой-то страшный мир, который отчужден от человека. Значит, третий век возник, на четвертом веке записан текст один, потом другой, другой текст называется просто «куриозом», то есть для того, кто любопытствует. Но, конечно, функции городского путеводителя этот текст выполнить не мог, потому что первая попытка такого рода в истории была предпринена, вот текст этот относится к четвертому веку нашей эры. Через сто лет такой же текст, похожий, более или менее тоже базирующийся на хозяйственном каком-то отчете, был создан в отношении новой столицы империи – Константинополя. В пятом веке он возник и называется «Нотица урбис Константинополитана». Тоже это попытка как-то объяснить человеку, который не знает города, что там интересного, и тоже приводятся такие некоторые туристические подробности, которые могли бы оказаться и в современном путеводителе, но, конечно, такую функцию он выполнить на самом деле не может, и другая информация там для туриста совершенно не интересна. Во всяком случае, это первые шаги на этом пути, и эти шаги обеими великими столицами были сделаны практически одновременно. И «Нотица Константинопольская» более-менее пытается сказать, что теперь вот есть новый город такой, который по величию своему не уступает Риму. После этого завеса исторически опускается, город в кризисе один, в руинах другой, и через какое-то время эта деятельность возобновляется. Теперь я скажу, собственно, более подробно о том, о чем я хочу сказать. В XII веке возникает текст о достопримечательности Хриба. К этому моменту в литературе уже существует богатая традиция итинерариев, богатая традиция пособий для пилигримов и людей, идущих к святым местам. Так вот, это совсем другая литература, потому что там одно дело, там нужно описывать, сколько километров от одного пункта до другого, где можно заночевать, и какие, значит, вот, собственно, священные места в каком порядке посещать. Ну, главного взаимоотношения Иерусалима. Но то, о чем я говорю, это совсем другая литература. Это то, что пишется местным жителям про свой Рим для людей, которые извне придут в него и будут там гулять. Первый текст такого рода, возникший в 30-х годах XII века, называется «Миробилия урбис рома». Этот текст представляет собой попытку именно местного жителя рассказать, как жителям Рима, так и скорее даже пришиться, о том, как, вот, что означает, собственно, придать смысл тем руинам, которые человек видит вокруг себя. Что они такое? Вернуть им смысл. Можно было бы предположить, что поскольку главное количество руин представляют собой языческие руины, античные статуи, языческие храмы, то автор будет их проклинать. Ну, поскольку автор христианин, конечно. Оказывается, что это совершенно не так. Текст «Миробилия урбис рома» представляет собой восторженный панигирик прошлого города. Автор очень рад тому обстоятельству, что в городе столько культурных слоев, потому что там есть античная часть, там есть сказочная часть, откровенно сказочная, партлёрная, и там есть христианская часть. Он охотно объясняет читателям, зачем был изготовлен конь именуемый Константином. Вот я вам цитил. На Латеране, на Латеранском холме, есть медный конь, которого зовут Константин. Это неправильно, поскольку всякий, кто хочет узнать правду, пусть прочтёт ниже следующее. Во времена консулов и сенаторов некий могучий царь пришёл с Востока, осадил Рим. Да, длинная история про то, как, значит, какой-то юноша сказал, что он освободит Рим от этого врага, и за это попросил, чтобы ему воздвигли статуи. Заметим, что совершенно как в фильме, о котором нам рассказывали, у лошади этой на голове сидит кукушка. Так вот, кукушка эта, остаётся в этой истории никак не объяснённой совершенно. Значит, или другой пример. На том месте, где теперь церковь Святой Марии, стоили два соединённых храма, Фема и Карменты, и дворец, где Октавиану явилось видение на небе. Или там находится храм Весты, под которым, как говорил, возлежал дракон, как о том читаем в житии Сильвестра. То есть языческий и сказочный христианский мир не противоречит совершенно друг к другу. Там находится храм Паллады, форум Цезаря и храм Януса. Как об этом говорится в фастах о виде. Или в Латератском дворце есть такие предметы, на которые нужно скорее девиться, но о которых не следует писать. Неизвестно, что это. В том дворце был храм Сатурна и Вахха, где много лежат их изображения. Рядом стоят мраморные лошади. Около храма святого Стефана был дворец префекта Краматия, который был построен в соответствии с математическим искусством. Весь из стекла и золота. Или медное изображение огромного коня и всадника, что перед дворцом Папы, паломники называют Теодорихом, народ римский Константинов, о кардиналной клирике римской курии Марком Аврелием. Иконе всадниковой великолепно позолочено, но во многих местах по золоту соскрепла римская алчность, а в других лета. Всадник сидит, простирая вперед песницу, как будто разговаривает с народом или отдаёт приказами. Или уже совершенно для современного туриста. Статую колосса некий считает солнцем, а другие символы Рима. Следует изумляться тому, как такую махину удалось поставить. Её длина, как выясняется из документов, 126 фунтов. И так далее, и так далее. В общем, это чрезвычайно доброжелательное описание того, что человек видит. Причём никакой дискриминации в отношении языческих извоений нет. Наоборот. Вот закончу. Мы цитировать можно бесконечно. Закончу цитирование одной цитата. Сейчас я расскажу кое-что о мраморных статуях, большая часть которых либо разрушены, либо обезображены. Прежде всего я хочу сказать о самом прекрасном. Это изображение Венеры, в том виде, в котором она, согласно мифу, явилась на соревновании с юноной Фаладой. А именно голых. Глядя на неё, арбитр Парис сказал, по нашему мнению, Венера убеждает обеих. Это изображение спарского мрамора. Оно столь совершенно и невыразимо прекрасно в своём искусстве, что кажется скорее живым человеком, чем статуей. Кажется, что она смущена своей наготой, и лицо её запунсовило. Из-за этого восхитительного лица и непредаваемого очарования я трижды возвращался посмотреть на статую. Значит, вот, вопреки тому, что, кажется, вопреки тому, что имеет место культурный разрыв, да, физический период развала, гибели Рима, тем не менее, у автора Иеробилии, очередного моего читателя, есть ощущение абсолютной стопроцентной преемственности. Рим един во всех этапах своей истории. Ему это особенно приятно. Теперь перейдём к Константинополю. Константинополь не пережил захвата варварами, не пережил перехода из рук в руки. Он как был основан Константином Великим, так и оставался столицей. В восьмом веке возникает жанр того же, таких меморабилей, называется «Кораткие исторические заметки», «Простас и Сюнтопы Хроника» и по-гречески. Потом этот текст первоначально узный, потом он обогащается, записывается в десятом веке, ну, примерно на 120-130 лет раньше, чем меморабилия у Песро. Кажется, что поскольку, вроде бы, Константинополь основан как христианская столица, то всё в порядке, значит, никакой культурной проблемы перед автором нет. Между тем, на самом деле, всё наоборот. Текст о древностях «Патрия Константинополюса», о древности Константинополя, представляет собой совершенный фильм ужасов, я бы сказал. Все описания, исполненные клюзом крови. Например, у нижних ворот стояла статуя гречанки Фидалии. Когда её начали снимать, можно было видеть великое чудо. Земля в этом месте затряслась. Так что сам император удивился и велел провести там литургию. Лишь после этого земля перестала дрожать. Или во времена Льва и Савора многие древние статуи были уничтожены по неразумию человека. При неразумии этого человека, в смысле императора, христианский император, велел уничтожить языческие статуи, но это оказалось чрезвычайно неразумным. А вот там стоит статуя жены Константина Великого Фауста, а также его третьего сына, также Константина, которого, как говорят, отец убил, а потом раскаялся и плакал перед этой статуей 40 дней, не моясь и не ложась спать на ложу. А вот еще пять статуй Севира, Арматезев, Сипа, Мегленти и Рифтерия. Все они были убиты, а статуи были воздвигнуты их убийцей, желавшим за гладью свое преступление. Ну и, а здесь стояли статуи Артемида и Афродиты. Около них был обезглавлен архидиакон храм Ирины Аркадьевны. Говорят, что статуи тряслись в течение трех дней перед тем, как это произошло. Или цистерна Аспара была сооружена Аспаром и Ордовурием при императоре Любе Великом. Когда работа была завершена, оба они были в ней и убиты. Или в храме святого мученика Прокопия в районе Хилона стоит статуя одного евроха, у которого на груди написано «Передвигающий статуи да будет удавлен». Это изображение кувикулярия Платона, который во дни императора Василиска был заживо сожжен. Но император не возражал на просьбу родителей казненного, чтобы явно изобразили в виде статуи для острастки всем смутьям. Замесимо, так и не получаем объяснение того, почему на груди этой статуи написано «Передвигающий статуи да будет удавлен». И так далее. Весь этот текст представляет собой сплошное какое-то, как говорят теперь, мочилово. Значит, воплощением отношения Константинопольца к статуям является следующий такой персональный кусок из сочинения «Краткие исторические заметки». От первого лица. Мы не знаем, кто этот автор. Как-то мы с Артуларием и Мерием отправились на площадь Кеннегии, чтобы смотреть тамошние статуи. Видимо, у них был какой-то такой кружок краеведов. Они все время говорят, что мы выехали на место, когда смотрели древние статуи. Мы нашли одну очень низкую и широкую. Я удивился и не знал, как ее атрибутировать. И Мерий говорит, смотри-ка, это тот, кто построил Кеннегии. Я ответил, его основал Максимиан, а распланировал Аристит. И в этот миг статуя упала со своего цухоля, угодив Мерию прямо по голове. И он помер. Я перепугался. Ведь там больше никого не было, кроме службы, удержавших наших мулов. Да и те находились за лестницей. В страхе я схватил труп за правую ногу и потащил его к яме, в которую бросали преступника. Но, испугавшись тяжести трупа, я бросил его на кромки льва. Бежал и стал просить убежище Великой Церкви. Когда я правдиво рассказал о происшедшем, мне никто не верил, пока я клятвенно не подтвердил, что явился Кеннегий только для исследований. Родственники погибшего и друзья императора вместе со мной отправились на место. И прежде чем приблизиться к трупу, подошли к упавшей статусе. И в изумлении посмотрели на нее. Мудрец Иоанн заявил, «Клянусь божьим промыслом, я нашел такое в писаниях Демосфена, что под этим извоянием погибнет знаменитый муж». Он тотчас донес ослучившимся императору Филиппику и получил приказ закопать статую на этом самом месте, что и было исполнено. Так что исследуя такие вещи, он добротолюбец, молись, дабы не впасть в искушение. И особенно будь осторожен, глядя на языческие статуи». Значит, все тексты этого цикла, их много довольно, они родственные, переписываются, они, очевидно, отражают русскую традицию, потом какую-то литературную обработку. Все эти тексты исполнены невероятного ужаса перед окружающим городом. Этот город совершенно непонятен. И тем самым воплощением этого ужаса является легенда о том, что все эти статуи, все эти удивительные какие-то вещи, иногда даже непонятно что, нам описывается, что император Василий, христиан, и, конечно, император, по глупости сломал статую комара. Хотел бы я видеть, как выглядела эта статуя. Статую комара, которую поставил, значит, на форуме Тавра знаменитый мудрец Аполлоний Тианский. Вот мы произнесли это важное слово. Аполлоний Тианский, неопифагорейский философ, полулегендарная личность, является главным героем константинопольского фольклора. Это не Константин Великий, это он, Аполлоний Тианский, якобы поставил все эти статуи и заговорил их, он их заколдовал. Все эти статуи имеют свое специальное значение. Они все были поставлены с какой-то целью. Значит, и вот, что по этому поводу сказано. Все прочие статуи и подрома, как мужские, так и женские, и различные кони, колонны, и каменные, как каменные, так и медные, а также амелийские на концах беговой дорожки, и рельефы, вырезанные на монолит, и памятники возницам, со всеми их цоколями, что украшено изображением. И столбы галереи со всеми их базами и капиталями. Короче говоря, все те места, на которых что-нибудь написано, и особенно медные стелы, все это несет на себя предсказания о будущих последних днях. И все эти надписи оставил Аполлоний Тианский для образовления людей, чтобы они, чтобы те остались нестираемыми. Да он же заколдовал статуи по всему городу. Те, кто имеет навыки расшифровки предсказаний, утверждают, что все они сбываются. Огромная череда легенд, городских легенд, донесенных до нас не только по-гречески, но и, соответственно, пересказывавшиеся туристам, паломникам, дошедшие до нас и по-славянски, и по-латыни, и по-арабски, между прочим, рассказывают нам о том, что главным героем Константинополя является мифологическая фигура, это самый Аполлоний Тианский. Аполлоний Тианский написал все о городе, написал о его будущем, и в частности, главное ощущение, что он оставил рассказ о том, как погибнет Константинополь, на обелиске, который стоит на Ипподроме. Этот обелиск стоит там и сейчас, это египетский обелиск, привезенный в 4 веке, поставленный в Константинополе. Надписи на нем, как это выяснено, когда научились отшифровывать египетские иероглифы, оставленные фараоном Рамзесом Третьим, рассказывают о его войнах. Но, разумеется, в 4 веке, когда этот обелиск был только поставлен, не малейшей сложности в том, чтобы прочесть, что написано на этом обелиске, у жителей Константинополя не было. И не потому, что они были все шимпальонами и читали египетские иероглифы совсем наоборот, потому что они были уверены в себе. Они точно знали, каков культурный смысл этого обелиска. Они знали, что это какая-то древняя культура, уважаемая, которую они растоптали и себе нам на потеху поставили на ипподроме. Вот, что им нужно было считать, вот, что имел в виду император Феодосий, когда он ставил этот обелиск на ипподроме. Никто не имел в виду, что эти иероглифы надо реально читать. Но потом произошел культурный сдвиг, произошло расподавление. Жители Константинополя перестали узнавать, в культурном смысле, узнавать свой родной город. И вот тут, когда возникло беспокойство, когда возникла какая-то непростота в этом месте, они вдруг с ужасом увидели батюшки, а мы же не знаем, что тут написано, вот чего-то написано, а мы не знаем, что, наверное, что-то очень важно, наверное, что-то очень страшное. Потому что, если мы не можем прочесть, то, разумеется, это же страшно. Что же еще это может быть? Возникает легенда о том, что нашли какого-то мудреца, которого привели и сказали, ну ты можешь прочесть, вот что тут написано? Он прочел, заплакал и сказал, что я прочел, но я вам не скажу, там такое написано ужасное, что я вам не скажу, я предпочел бы и сам не знать, что там написано. Значит, это типичный случай вот этой паники, этого расподавления, этого выхода из торжества со своим собственным городом, потому что город был наполнен статуями языческими, разумеется, и всякими вещами, которые что-то говорили римскому сознанию. В связи с тем, что сознание развивалось, оно стало другим, в связи с тем, что перестали учить греческую мифологию, тем самым не узнавали, в связи с тем, что, так слышно, в связи с тем, что не узнавали больше сюжетов античных статуй, понатыканных Константином, который ограбил для постройки своего города всю империю, значит, все это стало из понятного, в культурном смысле понятного, в культурном смысле слова страшного. Статуи стояли в определенном порядке. У каждой статуи на груди, было написано имя народа, а на шее висел серебряный колокольчик. И были жрецы, днем и ночью бодрствовавшие на страже этих статуй. Если какой-нибудь народ поднимался на восстание против римской власти, его статуя тотчас начинала шевелиться, а колокольчик на ее шее звенел. Жрец немедленно нес принципом табличку с именем этого народа. На крыше же этого дома, узнаете, на крыше же этого дома стоял заколдованный медный воин с конем, который лишь только статуя начинала шевелиться, поворачивался и направлял копье в сторону того народа, чье изображение зашевелилось. Предупрежденный этим несомненным указанием, римские принципы немедленно отрежали войска на подавление мятежа, так что еще до того, как враги успевали приготовить оружие, римляне подавляли их легко и бескровно. Передают, что в этом доме еще горел неугасимый огонь. Спрошенный, сколько это будет длиться, создатель дома ответил, что до тех пор, пока дева не родит. Говорят, что этот медный воин и весь дом рухнули в ту ночь, когда Богородица родила Христа, а тот чародейский магический огонь потух в ту минуту, когда появился сверхистины и вечны. Ну, я думаю, что вы узнали сказку о золотом петушке, и это не случайная аналогия, не случайное совпадение, это генеалогическая связь. Как известно, Пушкин позаимствовал своего золотого петушка у Вашингтона и Ринга, а тот в арабских сказках. Арабские же сказки были построены по типу, были заимствованы в средневековье греко-римском и передают многие из тех легенд, которые в той или иной форме есть и в греко-римском средневековье. Аполлоний превратился в арабских сказках в Болинеса. И вот эти истории в римском средневековье, как видите, звучат невероятно жизнеутверждающим. Ничего страшного в этом нету. Христианство пришло, и все это безобразие прекратилось. Но, впрочем, это было очень интересно. И рассказать эту историю приятно. Ничего страшного в ней нету. Это куриозу, не более того. Это история, которую надо привязать к конкретным каким-то развалинам, около которых ее надо рассказывать. Для Константинополя это совсем другое дело. Это страшная разница сегодня. Эти статуи все по-прежнему закалкрованы, именно потому что нет культурного перерыва. И мы должны с этим жить. Вот как по-разному выглядит восприятие древности в Риме и в Константинополе. То есть ровно обратным образом тому, как мы бы ожидали. Значит, Константинополь, именно о том, что он непрерывно развивающаяся структура, он все время должен бороться с тем обстоятельством, что город надо переконцептуализировать. И это очень трудно, и это очень страшно. А о том, какое огромное историческое значение имела легенда про Малиноса, следует из вот такого обстоятельства. Дело в том, что статуи, которую заколдовывал Аполлоний Тианский, по-гречески называется Телесма. Телесма. Это слово было заинствовано арабами. Арабские. Почти, честно говоря, что у них там в Константинополе есть такие статуи заколдованные. Они называются Телесма. И это слово уже не из греческого, а из арабского языка. Пришло во все наши языки. И это слово Телесма. То есть правильно я понимаю, что такого понятия, как символическая ценность архитектуры, когда не было, и здания для них никакого символического смысла не носили, и поэтому везде такие статуи, чтобы быть вот такими вот статуями? Ну, отчасти так. Статуя, конечно, самая важная вещь. Вокруг ее наворочено невероятное количество фольклора. А вот от того, что она, ну, как бы очень полисемантична. Но иногда рассказывается и про, ну, не про обычные дома, а чаще про, ну, акведуки, какие-то огромные арки, ну, вот такого рода. То есть какие-то вещи необычные. Ну, конечно, не простые дома нет. Ценности архитектуры как таковой не фигурируют совсем. — У меня вопрос только о патетического характера. А вообще то, что Вы описали, и то, что особенно в книге написано, вообще как-то требует, мне кажется, какой-то визуализации. А не было ли идеи каких-то предложений сделать из всего этого вот такую реконструкцию города, вот такого виртуального характера, потому что, по-моему, это совершенно паразитно. И книга-то написана, как мне кажется, с мудрой логикой вот такого видения. Ну, отчасти эта работа сейчас делается. Есть такой сайт «Бизантьюн», по-моему, «Бизантьюнт Валфан», который представляет собой ровно там разные люди и пытаются реконструировать, как выглядел красный снов. Я не очень понимаю смысл какого рода реконструкции, но все-таки они более-менее соответствуют нашему же, нашей фантазии. Культурный смысл как-то какой-то интеракции с прошлым состоит в том, что нам должно быть это против шерсти. Нам должно удивлять, царапать что-то в прошлом. И нам не должны задумываться о том, почему это так царапать. А когда мы сами рисуем это прошлое, нас же ничего не может царапать. Мы же не можем сами себя пощекотать, чтобы было щекотно. Так не бывает. Это имеет смысл действительно в вещах, там, где действительно стоят три четверти дома. Но такие картинки, я думаю, все вы видели, продаются во всех туристических местах, вроде Рима, когда там накладывается прозрачная картинка, на которой чуть-чуть достраивается, обрушившись. Ну, если это чуть-чуть, то может быть. Но если это просто вот этого нету ничего, а мы нафантазировали по словесному описанию, то, ну, это кунштюк не более того. Пожалуйста, если еще вопрос. Смотрите, пожалуйста, а какова структура этих текстов? Насколько жертым, логичным, уполятым саму программу по городу? Да, это правильный вопрос. Именно я, как и пытался положить эти греческие описания на карту Стамбула. Они задуманы как гайд, они задуманы в географическом плане. Там есть некий очень понятный, выстраиваемый географический маршрут. Так что, в принципе, этот текст, как ни дик он нам кажется, тем не менее предназначался для человека, который с ним в руках реально идет по городу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...